Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях, расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Чёрный вторник. Могли ли европейские спецслужбы предотвратить теракты в Брюсселе? 22 года. Надежде Савченко огласили приговор. Чем ответит мир? Игры в патриотов. Шпионил ли активиста гражданского корпуса Азова в пользу России? Две главные новости, за которыми следит весь мир. Кровавые теракты в бельгийской столице и приговор Надежде Савченко. Поднять вопрос суда над украинской лётчицей планируют главные дипломаты Германии и Соединённых Штатов завтра в Москве во время встречи с российским руководством. Франк Вальтер Штайнмайер уже прибыл в Москву. Джон Керри будет там завтра. И начнём с трагедии в Брюсселе. Мировая пресса уже назвала этот день чёрным вторником. В аэропорту Завентем и на станции метро Мальбек прогремели взрывы. По последним данным погибли 34 человека. Около 200 были ранены. Несмотря на объявленные ранее в этой стране третий уровень террористической угрозы. На месте трагедии весь день работает моя коллега София Гордиенко. От неё узнаем все подробности. Оставайтесь там, где вы есть. Оставайтесь в безопасных местах. С таким призывом обратился премьер-министр Бельгии на пресс-конференции. То, о чём он предупреждал неделю назад после задержания Салаха Абдеслама, к сожалению, сбылось. И третий уровень террористической угрозы не помог. В этот трагический момент, в чёрный день для нашей страны, я, как никогда ранее, призываю оставаться спокойными и сплочёнными. Мы столкнулись с испытанием, очень сложным испытанием. И мы должны устоять, оставаясь солидарными и объединёнными. Первый взрыв в 7.45 утра разнёс стойку регистрации American Airlines в международном аэропорту Завентем. Когда люди бросились бежать, прозвучал ещё один. Такой силой, что обвалилась крыша и выбила окна. 14 человек погибли, 35 получили ранения. Перед взрывом свидетели слышали выкрики на арабском и выстрелы. Был взрыв. Он прогремел где-то в 25 метрах от нас. Люди начали убегать. Я услышал, как кто-то крикнул «Аллах Акбар!». Всё происходило очень быстро, хаотично. Я даже из виду в толпе потерял свою жену. Люди бросали багаж, кто-то убегал даже босиком. Час спустя взрыв в метро. Я увидела вспышку света, взрыв и все окна выбило. Я упала на пол и тут прозвучал второй взрыв. Не знаю, где именно. Я была в первом вагоне метро, как раз перед отправкой. По предварительной информации и в метро, и в аэропорту работали террористы-смертники. В аэропорту взорвалось две бомбы. Третья не сдетонировала. Её нашли позже. Также среди обломков обнаружили автомат Калашникова. У террористов должны быть сообщники. Их сейчас разыскивают. Двоих человек арестовали рядом с Северным вокзалом. Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения в местах взрыва. В Брюссель стягивают дополнительные силы из других регионов страны. Эвакуирован Королевский дворец, Европейский парламент, усилены меры безопасности на атомной станции. А вот Еврокомиссия, которая находится буквально рядом со станцией метро Мальбек, просто заблокирована. Туда никого не впускают и не выпускают. Ну и, конечно, остановился весь общественный транспорт. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, не ходят поезда. Страна закрывает Шенген, на границах вводят проверки. Брюссель в блэк-ауте. И сколько продлится этот блэк-аут, неизвестно. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности, телеканал Интер. Брюссель. Очевидцами терактов в Брюсселе стали и украинские депутаты. Делегация из Киева как раз прибыла на слушание Европарламента. Алена Шкрум из Батьковщины в момент взрыва находилась неподалеку от аэропорта. А Виктория Войцыцкая из самопомощи выходила из гостиницы, расположенной рядом с подземкой, когда прогремел взрыв на станции Мальбек. Виктория Гордиенко, руководитель Гордиенко, руководитель Гордиенко. На улице постоянно слышно звуки сирени. Такий настрій тут, я вам скажу, напружений. Але треба віддати належность, что люди пытаются не показывать страх. Наш поезд остановили на станции Брюссель-аэропорт. И сказали, что терминово требовало всех эвакуироваться через какой-то выбух. Были заморожены полностью все поездные шляхи. Текси також не працювало, метро не працювало, громадский транспорт не працювало. То есть, влада достаточно четко працювала. Мы видели много переляканных стюардесс, заплаканных сотрудников в аэропорту. Також видели несколько поранных людей. МИД Украины рекомендует нашим гражданам в Бельгии избегать мест массового скопления людей из-за угрозы террористических актов, быть предельно внимательными и бдительными. Согласно последней информации, украинцев среди погибших и пострадавших в Брюсселе нет. Бельгийская газета «Дреньер Ор» опубликовала фотографию троих предполагаемых террористов, организовавших взрывы в аэропорту Брюсселя. Этот кадр был взят с камеры видеонаблюдения. На фото трое мужчин, толкающих перед собой тележки с багажом. Тем временем спецслужбы Беларуси проверяют информацию о причастности бывших своих граждан к терактам в Брюсселе. Сегодня днем белорусское агентство «Спутник» со ссылкой на некого высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Беларуси сообщило, что в Брюсселе после серии терактов задержаны братья Довбаш, уроженцы Беларуси, а также уроженец Дагестана Марат Юнусов. Их подозревают в причастности к атакам. Задержанные якобы несколько лет назад уехали в Европу и, скорее всего, были там завербованы. И вот, что рассказал нам о белорусском следе в брюссельских терактах журналист «Радио Свободы» в Минске Валерий Калиновский. Корреспонденты «Радио Свободы», я в том числе сегодня, сделали большие усилия, доплали, чтобы найти этих людей, которых, начебто, звинуватили в том, что они спеорганизаторы этих терактов. Это Иван и Андрей Довбуши. Они походят из Гомельской области и сейчас живут в Бельгии. И они поведомили, что, оскільки они живы, то они не были самогубцами, террористами-самогубцами. И, оскільки они не арештованы, то они не были жодными террористами. Информацію про это, что, начебто, эти две особи, а также их третий подельник, мают причетность до этих терактов, разповсюдив российский канал, телеканал «Лайф Ньюз» с посиланием на российские спецслужбы. Сьогодні мы связалися также с речником КДБ Беларуси. И он поведомил, что знают про этих людей, и что они будут изучать, что они действительно причетны к этих терактов. Они действительно поехали до Бельгии в 2007-2008 году. Они действительно приняли ислам, поменяли свои имена, но прозвища у них остались в ТСМР. Мы дозвонились в МИД Беларуси, но на нашу просьбу прокомментировать причастность бывших жителей этой страны к терактам в бельгийской столице нам ответили отказом. И прямо сейчас с нами на прямой связи с Брюсселем моя коллега София Гордиенко. София, здравствуй. Расскажи, известно ли уже, кто взял на себя ответственность за эти взрывы? Здравствуйте, коллега. Вообще, конечно, до обеда было ничего неизвестно по поводу того, кто может взять на себя ответственность за эти взрывы. Хотя косвенно, конечно же, все понимали. Скорее всего, это исламское государство. Почему скорее всего? Да потому что Бельгию в последнее время называют королевство Бельгистан. И известно, что здесь, в районе Маленбек, это целая школа джихадистов, которые часто ездят в Сирию. Не только ездят в Сирию, они готовят часто теракты в соседних странах, по поводу чего было немало претензий вообще у соседних стран к самим бельгийцам. И вот к 12 часам информация подтвердилась о том, что это именно исламское государство взяло на себя ответственность. Месть ли это за то, что поймали бельгийские спецслужбы Салаха Абдеслама, парижского террориста, пока нет. Откровенно говоря, ситуация с безопасностью вообще была странная. После задержания Салаха Абдеслама неделю назад был объявлен третий уровень террористической угрозы. Третий из четырех. И вот, даже несмотря на это, в аэропорте за Вентем не было никаких металлоискателей на входе или специальных рамок. Даже у нас в Борисполе они есть, я это знаю. И как-то очень, не знаю, по-моему, немного недоглядели все-таки. Особенно в таком месте, куда очень легко пронести чемодан и где люди, в принципе, напакованы. Что касается метро, то это вообще было очень уязвимое место, хотя бы из-за того, что тот самый Салах Абдеслам и его брат работали в метро, и они прекрасно знали сеть брюссельского метрополитена. Не зря после теракта 13 ноября метрополитен был полностью закрыт и заблокирован. Но, видимо, раньше власти подумали, что они, может быть, переборщили. И в этот раз метро было открыто. Там, напомню, самое большое количество погибших и больше 20 человек до сих пор проходит процесс опознания. Большинство людей иностранцы. Я хочу вам еще сказать, что сейчас как раз предпасхальная неделя в Европе. Это воскресенье Пасха. Очень много людей отправлялись увидеть своих родных или приезжали сюда, в Брюссель. Много было детей. У них сейчас школьные каникулы. Мы можем только догадываться о том, какой будет настоящая цифра погибших. Потому что очень много тяжело раненых людей. Страна парализована. Сейчас понемногу только начинают ходить общественный транспорт. Некоторые только поезда начинают отходить от вокзалов для того, чтобы люди не застревали в городе. Студия. Спасибо, София. Я с тобой не прощаюсь. Мы еще вернемся к бельгийским событиям. Расскажем о том, как реагирует мир на эту серию кровавых терактов. И узнаем последние новости от Софии Гордиенко, которая находится в Брюсселе. А пока о еще одном важнейшем событии сегодняшнего дня. Донецкий гурсуд Ростовской области огласил вердикт Надежды Савченко. Она приговорена к 22 годам лишения свободы. Кого из тех, кто приехал поддержать украинскую летчицу, пустили в зал? Кто остался у дверей? И что ждет Надежду после суда? Расскажет Данил Русаков. У нас сообщили, что Виктор Андрюнова в совещании преступления... Горе лошина павала, горе лошина павала, там барыка заспояла, там барыка заспояла. Вам заберемся. Горе лошина... 22 года лишения свободы в колонии общего режима и 30 тысяч рублей штрафа за нелегальное пересечение границы. Такой приговор Надежде Савченко вынес Донецкий горсуд в Ростовской области. Группа поддержки попыталась в зале развернуть национальный флаг. Однако сделать это помешали присталу. Уже на ступеньках суда пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко показал спасенный от вооруженных людей в камуфляже украинский флаг, а также напомнил о международных обязательствах Москвы. Мы требуем, чтобы Надя Савченко была освободена. Россия должна выполнить Минские угоды. За Минскими угодами Надя Савченко, как Олег Сенцов и все другие политические обязательства, которые сегодня поддерживаются незаконно в России, должны быть освободены. Поддержать надежду приехали европейские дипломаты, родные друзья, а также нардепы. В зал последних, правда, не пустили. За вынесением финального решения местной Фемиды они наблюдали из соседней комнаты по видеотрансляции. Вы знаете, такие, будто порвнулись где-то в Российский Союз. Других у нас вражений нет. Я просто 25 лет назад это видел, когда-то и сейчас, будто порвнулись в те же события, в те же реалии. Адвокаты Надежды Савченко уже заявили, по ее же просьбе не будут подавать апелляцию на сегодняшний вердикт. Донецкий горсуд все их аргументы на процессе игнорировал, поэтому уверена, апелляционная инстанция поступила бы точно так же. Все доказательства невиновности Савченко еще тогда, в июле практически 14-го года было ясно, что Савченко невиновна. Все эти почти два года тянулось и следствие, и суд только с одной единственной целью, чтобы оправдать незаконный и несправедливый приговор по отношению к Надежде. Организация суда как всегда фальш. Просто фальшивка. У нас открытый суд. Места забили телеканалы российские, которые даже не включают камеры и микрофоны. Делают вид, что снимают. Симуляция работы. Лжицы постоянно. Открытым остается вопрос, куда теоретически могут отправить Надежду Савченко уже после вынесенного приговора. В ближайшие 10 дней она проведет на старом месте в Новочеркасском СИЗО. Потом Надежда планирует объявить сухую голодовку. Вопрос обмена, по словам пресс-секретаря Путина, Пескова, в компетенции главы государства. И какое он может принять решение, ему неизвестно. Приговор, зачитанный в Ростовском Донецке, обещает наделать много шума. Впереди международная реакция, которая не заставит себя долго ждать предварительные санкционные списки, которые рискуют уже в ближайшее время стать утвержденными. А также вопрос обмена. Это тот шаг, на который местная власть по взятым на себя обязательствам в Минских соглашениях все-таки обязана решиться. Из Ростовской области России Данила Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Как только Надежде Савченко зачитали приговор, президент Петр Порошенко в своем видеообращении призвал вернуть украинскую лётчицу на родину. Взамен готов передать двоих российских военнослужащих, задержанных в Луганской области. Такий подход відповідає пункту 6 Минских договорностей про обмін всіх на всіх. І це має бути зроблено негайно. Україна ніколи, ще раз наголошую, ніколи не визнає ані цього судилища, ані їхнього так званого вироку. Проти всіх, хто причетний до переслідування Надії Савченко, Олега Сенцова та інших громадян України, українських патріотів-заручників, які незаконно піддаються тортурам на території Російської Федерації, мають бути запроваджені персональні санкції, як українські, так і міжнародні. У боротьбі за звільнення Надії нас підтримає увесь світ. Відсьогодні ця боротьба вступає у вирішальну стадію. Я не просто сподіваюся на те, що Надія Савченко повернеться в Україну. Роблю для цього все можливе і неможливо стає це теж. Приговор російського суда української літчиці був ожідаємим, але це не конец. Так в Твіттері написав міністр іноземних дел. Павел Климкин добавив вердікт, це почало нового етапа боротьби за Савченко. Немедленно почати переговори с Кремлем по освобождению Надежды Савченко призвала мирових лідерів і глава партиї Батьківщина Юлия Тимошенко. Я зараз хочу звернутися до всіх лідерів ключових країн світу. Я прошу вас, я благаю вас, негайно включитися в переговорний процес з Путіним щодо звільнення нашої Надії Савченко. Я прошу президента Сполучених Штатів, федерального канцлера Німеччини, я прошу ключових лідерів інших країн негайно, негайно примусти Кремль повернути Надю додому. І вже завтра в Москві главні дипломати Германии і США проведуть переговори з российським руководством. І вопрос освобождения Савченко буде на повістці дня. Об цьому ми расскажем буквально через нескільки минут. Ну, а у российського посольства в Києві сьогодні було немноголюдно. Пришли нескільки десятков чоловік с плакатами «Свободу Савченко» і «Українськими флагами». Вони требують немедленно освободити Савченко і других українських полицзаключенних. За порядком следила Национальная гвардія і поліція. Собрались активисты і в Харкові возле российського консульства. Іх не остановило. Появившись накануне у входа объявлений диппредставітельство не буде работать два дня по техніческим причинам. Сюда також пришли несколько десятков человек. Требування такі жі, як і у столичних активистів. Резка критика, недовольство, петиції і демарши. Так реагує мир на сегодняшній приговор Надежди Савченко. Мнення політиків, експертов і пресси подытожила наш европейський САПКОР Оксана Кундеренко. Надежду Савченко поддерживают во всех уголках мира. С началом оглашения приговора заявления прозвучали із уст высокопоставленных чиновников евроінституций, глав МИДов і лідерів международних організаций. Президент Парламентської ассамблеї Совета Европы Педро Аргамонт делает акцент на том, что Савченко делегат ПАСЕ, членом которой является і Россія. І содержание літчицы под стражей противоречит Генеральному соглашению Совета Европы. Не говоря уже о минских договоренностях. Комитет Европарламента по международным делам не признает решение суда і считає дело политически мотивированным. Європейські дипломаты призывают своих коллег к конкретным действиям. Я призвал министра в іностранних дел, стран-членов ЕС выступить с Демаршем. Попросил так же госпожу Магерини выступить с Демаршем во время ее визита в Москву і призвать освободити Надежду Савченко. По всему миру в эти дни проходят акции протеста. Уже традиционные пикеты у российских диппредставительств. Особенно отличились грузины. В Тбилиси напротив посольства станцевали боевой народный танец. Большая часть нашей труппы сейчас за гастролями в Украине. А все остальные решили поддержать Украину вот таким образом. Это борьба не только за освобождение Надежды Савченко. Это сражение за демократические принципы. Британские Financial Times Гардиан называют суд над Надеждой пародией на справедливость. В целом это одна из главных тем, к которой приковано внимание общественности сегодня после теракта в Брюсселе. Многие политики теперь говорят или пишут о том, что надеются на Минские соглашения и на то, что Надежда Савченко в итоге будет освобождена. Оксана Кундеренко и Валентин Берич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Судьба Надежды Савченко станет одной из основных тем переговоров Франк-Вальтера Штайнмайера и Джона Керри в Москве. Завтра главные дипломаты Германии и США встретятся с российским руководством. Возможен ли прорыв в деле летчицы и какие еще темы будут на повестке дня, расскажет Татьяна Лагунова. Дипломатический десант в Москве министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже прибыл в российскую столицу госсекретаря США Джона Керри ждут завтра. А у боих дипломатов запланирована встреча с министром иностранных дел Майер проведет переговоры с премьером Медведевым, Керри с президентом Путиным. Темы ситуация на востоке Украины и Сирия. Впрочем, как европейские, так и американские журналисты пишут, главной темой московских встреч будет судьба Надежды Савченко. Германия и Америка неоднократно призывали Россию немедленно освободить украинскую летчицу. Этот призыв они повторят снова. Большие надежды на этот двойной визит возлагают и адвокаты Савченко. Например, Николай Полозов сегодня предположил, что сейчас, когда приговор уже оглашен, речь на этих встречах будет идти об условиях освобождения Надежды. Так считают и политологи. Мы можем только предполагать, поскольку с визитом едут высокопоставленные дипломаты. Возможно, какие-то подвижки. Также возможно, что переговоры об освобождении Савченко будут продолжаться еще долго. В конце концов, речь идет о том, что за это получит Россия. Кроме того, в Берлине очень обеспокоены состоянием здоровья Надежды Савченко. Германия предлагает направить в Ростовскую область группу врачей из клиники Шарите. Медики готовы вылететь хоть сегодня, но российская сторона пока не дает согласия на визит. Так что наверняка этот вопрос будут тоже поднимать на переговорах в Москве. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Германия подчеркивает необходимость проведения выборов на Донбассе. Как заявил министр иностранных дел Франк Вальтерштайнмайер в интервью Интерфаксу, местные выборы в Восточной Украине нельзя откладывать до бесконечности. Они являются основополагающим условием для того, чтобы на этой территории воцарился мир и к работе приступили демократически избранные представители, имеющие поддержку населения. И буквально только что появилась реакция Вашингтона на приговор Надежды Савченко. Вердикт демонстрирует явное игнорирование России принципов правосудия. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби и добавил, США в который раз призывает Москву немедленно освободить Надежду Савченко и других незаконно задержанных. Петр Порошенко выразил соболезнование семьям погибших в результате взрывов в бельгийской столице. Позорному акту агрессии не может быть оправдания, подчеркнул президент Украины. Террористы никогда не победят. Быть вместе независимо от национальности, расы и вероисповедания. Таковы главные посылы мировых политиков в их реакции на трагедию в Брюсселе. Над офисом премьер-министра Великобритании на Даунин-стрит подняли флаг Бельгии. Эфелева башня подсвечена цветами бельгийского триколора. Дэвид Кэмерон заявил о том, что сегодняшние теракты в Брюсселе могли произойти в Великобритании, Франции, Германии или любой другой европейской стране. Поэтому так важно объединить усилия в борьбе с терроризмом. Президент Франции Франсуа Алланд уверен, что война с терроризмом должна вестись в Европе всеми возможными средствами. Свою поддержку Бельгии выразил и американский президент Барак Обама, который второй день находится с визитом на Кубе. Мысли и молитвы американцев сейчас о бельгийцах. Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать нашего партнера Бельгию в поисках ответственных за теракт. Мы готовы предоставить Бельгии всю необходимую помощь в вопросах безопасности. Я провел встречу Чрезвычайного правительственного комитета. Он собирается в экстренных случаях. Безопасность превыше всего. Терроризм атаковал Бельгию. Вся Европа стала мишенью и весь мир обеспокоен. Мы должны осознать степень и серьезность террористической угрозы. Не сдерживала слез, говоря о терактах в Брюсселе, глава европейской дипломатии Федерико Маггерини на встрече с министром иностранных дел Иордании. Быть сейчас вместе это самый мощный посыл всем тем, кто хочет разъединить нас. Десятки стран вынуждены прекратили авиасообщение с Брюсселем, в том числе и Украина. Брюссельский аэропорт после теракта не принимает самолеты. Все рейсы перенаправлены в другие города. Также все поезда Евростар на въезд и на выезд в Брюссель приостановлены. Не ходят автобусы. О закрытии границ речь не идет, но меры безопасности максимально усилены. Обезопасить своих граждан стараются власти других стран в Европе и далеко за ее пределами. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Тот страх и ужас, который нынче переживают бельгийцы, не со слов знают французы. Одновременно с Бельгией Франция последние несколько месяцев проводила антитеррористические операции и жила в условиях повышенного уровня тревоги. Как только в Париже узнали об атаках в Брюсселе, Франсуа Алант тут же созвал экстренное совещание в Велиссейском дворце с премьером, главами МВД и Минобороны. Решили усилить и без того усиленные меры безопасности. Полицейских в приграничные пункты, вокзалы, морские и аэропорты. Пропускать будут только с билетами и удостоверением личности. Вслед за французами меры безопасности усилили в Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландах, Германии, значительно увеличив количество полиции на вокзалах и аэропортах, на станциях метро и автобусных остановках. Норвежским полицейским снова разрешили носить пистолеты, патрулируя улицы. А вот немецкие воздушные ворота охраняют такое количество правоохранителей, что создается впечатление, будто они на каждом шагу. Кроме того, немцы под особый контроль взяли ситуацию на западных границах с Бельгией, Францией, Голландией и Люксембургом. Пока нет никаких признаков того, что преступники в Бельгии каким-то образом связаны с Германией. Конечно, борьба с международным терроризмом дело неспешное. Существует возможность, что такие меры, как аресты, приведут к увеличению террористической деятельности, так как будет реакция и будет месть. Паника сегодня охватила в международном железнодорожном вокзале в голландском городе Хофдорб. Неожиданно на платформу ворвались спецназовцы. Проверяли всех и вся. Накнунием поступила информация о подозрительном поведении одного из пассажиров. И хотя опасения не подтвердились, европейская тревога передалась Израилю. Существенно усилены меры безопасности в одном из самых охраняемых аэропортов мира Бен-Гурион. Есть гигантская разница в подходах к авиационной безопасности в Израиле и Европе. В Израиле существует множество уровней или кругов охраны. Пересечь каждый из них террористу очень трудно, а пройти все практически невозможно. В Европе очень боятся создать неудобства для пассажиров, тем самым давая злоумышленникам шанс проникнуть внутрь и совершить теракт. В Израиле подход такой. Лучше будут неудобства на контроле, чем теракт. Удвоили меры безопасности и за океаном. В Нью-Йорке и Вашингтоне в местах большого скопления людей мобилизированы дополнительные полицейские патрули и развернуты элитные контртеррористические подразделения. Мария Дозенковская, Сергей Ауслендер. Подробности в телеканал Интер. Патриот или шпион? Глава СБУ утверждает, что активист гражданского корпуса Азов Крым Станислав Краснов, которого вчера вечером суд арестовал на два месяца, занимался шпионажем. По словам Грицака, Краснов находился на связи с российскими спецслужбами с 2014 года. Он передал им списки военных полка Азов. Сам подозреваемый вчера в суде заявил, что задержание это месть СБУ за его участие в транспортной Крымской блокаде. Окупированный Докучаевск оказался в полукольце украинской армии. Нашим военным это удалось даже без специальных наступательных операций. Теперь все позиции боевиков видны как на ладони. Все подробности узнаем у Станислава Кухарчука. Эта высота покоряется только отважным, шутят бойцы. Но наши военные заняли телекон средь бела дня и без боя. Отсюда оккупированный Докучаевск виден как на ладони. По сути, эта высотка и раньше входила в зону ответственности украинской армии, но военные решили зайти сюда для того, чтобы было лучше наблюдать за противником. Хотя боевикам это, похоже, не совсем нравится. Все поле перед телеконом усеяно воронками от мины снарядов. Уже неделю боевики пытаются выбить отсюда украинские подразделения. Окопы и укрепления ребятам пришлось скрытно копать вручную. Под шквальным огнем минометов и пулеметов техника долго бы не протянула. Вражеский блиндаж в полутора километрах как раз на въезде в Докучаевск. Вчера с той позиции на высоту пыталась прорваться разведгруппа боевиков, но получила отпор. Занятие высоты это превентивная мера, говорят в штабе. По информации нашей разведки боевики начали стягивать в Докучаевск свежие силы. Теперь в случае прорыва боевики будут блокированы с трех сторон. Окупированный Докучаевск оказался в полукольце. Наши передовые позиции находятся в районе Докучаевска. То есть мы видим и простреливаем, и можем прострелить весь Докучаевск. Командиры говорят, взяли бы и сам Докучаевск, но такого приказа пока не было. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Кендратенко. Подробности телеканал Интер Донецкая область. Взрыв в Кировограде. В центре города сработало самодельное взрывное устройство. Есть пострадавшие все подробности и версии происшествия нашего корреспондента Елены Брынзы. Взрыв прогремел без 10-11 в центре Кировограда. На площади Богдана Хмельницкого всегда много людей транспорта и уличных торговцев. Бомба была начинена металлическими шариками. Силой взрыва их разбросало по всей площади. По первоначальной версии самодельное взрывное устройство было заложено в урне. Но позже специалисты выяснили, оно сработало в пластиковой источной трубе пятиэтажки. На первом этаже офисы, турфирма и юридическая консультация. В результате взрыва пострадали двое мужчин, прохожих. Оба госпитализированы, один в реанимации. Взрыв также повредил две машины. Я был в банке, слышал взрыв. Вышел минут через 20, увидел разбитое стекло и осколками или шариками пробит металл. Многие очевидцы на месте взрыва обратили внимание на черную иномарку. А так вот эта машина сразу полетела и вот это шумило. А перелекалось что это попытка кого-то запугать или покушение на конкретного человека будет разбираться следствие. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоград. Что происходит в эти минуты в Брюсселе и возле посольства Бельгии, в Киеве? Буквально через несколько минут об этом прямые включения. Оставайтесь с нами. Прощание с героем. В Киеве похоронили Георгия Гангадзе. Обещанного больше года ждут, когда Минюст предоставит Венецианской комиссии исправленный закон о люстрации. Курченко по миллиарду клевал. На беглого пособника Януковича завели новое дело. Конституционный суд Украины завершил открытое рассмотрение закона об очищении власти в Украине. Дальше дело будут слушать в закрытом формате. Напомню, оценить соответствует ли закон о люстрации Конституции Украины суд еще в прошлом году попросили народные депутаты. Крайне негативные выводы о документе сделала и Венецианская комиссия. Уже больше года Минюст обещает европейцам внести в текст правки. Но ВОЗ и ныне там. Подробнее Оксана Григорьева. Соответствует ли закон о очищении власти Конституции Украины уже в ближайшие дни может решить суд. Сегодня Конституционный суд Украины продолжил рассматривать иск депутатов, требующих отозвать скандальный документ, который в пух и прах разнесли в Европе. Еще до начала заседания авторы закона устроили под стенами суда акцию протеста, пытаясь надавить на служителей Фемиды. Требовали поменять состав суда, обвинив судей в предвзятости и подали соответствующих иск. Однако его отклонили. Отмывайте в задоволенном письмовых клопотах представников Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины, Соболево-Емця и залученного Конституционного Украины в участии в развитии справ представника Кабинета Министров Казаченко, проведут судей Конституционного Украины. После этого заседания уже в кулуарах начали жаловаться прессе. Мол, обиделись и суду не доверяют. Обиделись ли авторы закона иллюстрации иноюристов Венецианской комиссии, нардеп не сказал. Как и не смог объяснить, почему за полтора года так и не переписали текст, который жестко раскритиковали в Европе. Нардеп от премьерской фракции Леонид Емец обвинил во всем коллег по парламенту и комитет по правовой политике, в который сам же и входит. А вот главный иллюстратор Минюста, где жаловались европейцам на проблемы с переводом, Татьяна Казаченко, уверена в том, что закон плохой и нарушает права человека, виноваты не авторы, а журналисты, которые якобы перекручивают выводы Венецианской комиссии. Проект 2695 есть в парламенте и приняты от уваги эксперты Венецианской комиссии и отображены в зазначенном выставке. И когда вы будете наступного раза брать интервью у пана Бугикоя, я вас тоже прошу выкладывать полный текст, а не делать на риску по 3-4 секунды. Но эти слова прямо противоречат тому, что в интервью нашим журналистам сказал глава Венецианки на прошлой неделе. Вот его полное заявление с переводом с английского для чиновников Минюста. Венецианская комиссия изучила закон иллюстрации в Украине и утверждает, что процедура иллюстрации возможна, несмотря на ее политический характер, но при условии, что она соответствует Конституции и европейским стандартам в сфере верховенства права и соблюдения прав человека. Мы также решили предложить важные поправки к закону относительно, например, факта, что вина должна быть доказана, а не предполагаться только на основе принадлежности к определенной категории государственных служащих. Все гарантии справедливого правосудия должны соблюдаться. Также иллюстрация судей должна проводиться на основе другого закона о восстановлении доверия к юстиции, а не закона иллюстрации. Мы предложили эти поправки. Министр юстиции согласился прислать новый вариант закона с поправками Венецианской комиссии, но до сегодняшнего момента мы не получили ничего. Надеемся, что министр пришлет поправки, как он обещал несколько месяцев назад. Почему же в Минюсте откровенно говорят неправду и обманывают европейцев, уже больше года обещая переделать закон? И действительно ли проблема в нехватке словарей? Юристы и нардепы уверены, справками затягивают специально, чтобы успеть поставить на должности нужных людей. Если будем следовать этим рекомендациям, если будем следовать этим нормам, получим правовое демократическое государство. Если будем неправовыми методами пытаться расчистить поле для каких-то политических фигур, каких-то своих людей, которые должны возглавить эти или иные предприятия, министерства или администрации, тогда будем иметь то, что имеем сейчас. Разруху, нищету и безправие. Если соответствующим не будет выполнено законодательство, я думаю, что Украина не может считаться демократичной страной, и вопрос поддержки с боку европейской спорта, демократичных стран, цивилизованного света будет поставлен под суммой. Уже сегодня в судах более 500 исков отлюстрированных чиновников, которые теперь оспаривают свое увольнение. Но вот если перед европейскими юристами представителям Минюста разыгрывать шоу удавалось уже больше года, с Конституционным судом Украины не вышло. Уже после заседания глава суда Юрий Баулин заявил, что за сегодняшнее неуважение нардепов и чиновницу Казаченко могут привлечь к ответственности. Чего будет стоить этот демарш авторов закона иллюстрации Украине в глазах европейцев вскоре увидим. Новым обещаниям в Брюсселе поверят вряд ли. И вскоре Украина рискует получить уже не рекомендации Венецианской комиссии, а сотни дел в Европейском суде по правам человека. Оксана Григорьева, Алексей Пшемызский, Вячеслав Медведев, в подробности телеканал Интер. Новое дело беглого младоолигарха Сергея Курченко. Генпрокуратура объявила ему еще одно подозрение в хищении 5,5 миллиардов гривен. Это деньги Нацбанка и вкладчиков других финансовых учреждений. В ГПУ сообщили, организованная Курченко преступная группа в 2013-2014 годах легализировала доходы, полученные преступным путем через фиктивные предприятия. Сейчас бизнесмен из семьи Януковича находится в международном розыске. По фактам его деятельности заведено несколько уголовных дел. В ходе досудебных расследований арестованы личные счета и имущество Курченко на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Жители Полтавы требуют от руководства Полтава ГАЗ устанавливать индивидуальные газовые счетчики. Несколько десятков протестующих перекрыли улицу возле офиса предприятия. Говорят, газовщики, чтобы сэкономить вместо индивидуальных приборов учетов, в каждую квартиру устанавливают общий счетчик на дом. Глава правления Полтава ГАЗ вышел к протестующим и пообещал прекратить кампанию по установке общедомовых счетчиков. А депутаты от партии простых людей заявили, что берут ситуацию под собственный контроль. Это наша попереджевальная акция. Мы ее сегодня закончим. И следующая акция будет проведена с третьей большей количества людей. мы вас там как щурьев заблокуем и вы не выйдете только вы не пойдете на встречу с простым полтавцем. Кто платил, тот и будет платить. А кто не платил, все равно не будет платить. Так почему мы со своей пенсии, маленькой пенсии будем оплачивать весь дом? В Херсоне начался суд над псевдоволонтером Николаем Русановским. Его обвиняют в присвоении почти миллиона гривен пожертвованных бойцам АТО. Впротив свидетельствуют жертвы сами волонтеры, которые отдали ему деньги. В зале судьбы за всем следил Кирилл Ющишин. История каждого пострадавшего как под копирку. Николай Русавский представлялся Золотаренко, обещал по дешевке купить амуницию для солдат, брал деньги и пропадал. После этого по телефону кормил обещаниями привезти якобы уже купленную амуницию. Я выезжал и на объездную я раз за четыре выезжал с Херсона в Миколаев встречать эти рации. Но и когда все было марно он все меняет. Вот завтра уже в Херсоне будут, они вас ждут, ждут. За полтора года аферист собрал 800 тысяч гривен, подсчитали обманутые волонтеры. Мы зашли в такое маленькое помещение и зашли там где большая комната. Я подумал, что там живут бомжики, а не людина, что там может быть офис. Сам Руславский говорит, претензии не к нему, а к его предприятию. Подсудимый активно участвует в процессе, задает вопросы потерпевшим, комментирует показания, но сам говорить на камеру отказывается. Я ничего не комментирую. Не гнушался зарабатывать Руславский и на родных военнопленных. С них тоже брал деньги. В Павлограде это была женщина, у нее брат в плен попал и этот человек по ее словам вел переговоры о том, что он может вытянуть из плена брата. Сегодня судьи слушали пострадавших еще по одному эпизоду несколько лет назад. Руславский взял семье 2000 долларов за квартиру в строящемся доме. Жилье они ждут до сих пор. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности, телекинал Интер, Херсон. Демобилизация. 45 тысяч военнослужащих четвертой военной мобилизации вернутся из АТО домой. Соответствующий указ президент Петр Порошенко пообещал подписать на этой неделе. А в рамках очередной мобилизации вооруженной силы Украины планируют призвать от 5 до 10 тысяч человек. Президент подчеркнул, что в перспективе надеется на увеличение числа 13 тысяч военнослужащих военнослужащих которые уклали контракт в этом году. Это даёт возможность значительно усилить и мотивацию и качество подготовки и, соответственно, скоротить плани по мобилизации. Темп укладания контрактов наказует не збавляти, а лишь наращивать. И в нынешнем году это будет одним из основных показателей работы голев областных районных администраций, а не только войскоматов. Также на этой неделе, по словам президента, пройдут испытания новых ракет украинского производства, а завтра в Харькове украинской армии передадут новейшие виды вооружения. Интрига закручивается. Кто же достоин премьерского кресла, по мнению президентской фракции? Назвать свою кандидатуру в БПП собирались уже завтра, но запланированный съезд партии перенесли. По словам замглавы фракции Алексея Гончаренко, съезд точно состоится до конца этой недели. Тем временем глава Минфина Наталья Ереська заявила о готовности возглавить правительство. На своей странице в Фейсбук она сообщила, что готова собрать команду, которая способна работать в интересах всей страны. По словам Ереська, наступил момент, когда нужно деполитизировать экономические процессы. Справиться с такими задачами может только ничьих людей. Вместе с тем министр отметила, что никогда не хотела занимать высокие должности, а главное ее стремление провести реформы в Украине. Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье, на них победил бы оппозиционный блок. Такие данные соцопроса опубликовал Центр Разумкова. За оппозиционный блок проголосовали бы почти 8,5% от общего числа опрошенных эспондентов. На втором месте самопомощь, у нее чуть менее 8%, на третьем блок Петра Порошенко солидарность 7,8%. Также 5% барьер преодолела бы партия Батькивщина. Радикальная партия Олега Лешко и блок Михаила Саакашвили балансируют на грани проходного барьера. За партию Народный фронт свои голоса отдали бы 1,4% опрошенных. Результаты опроса среди тех, кто твердо намерен прийти на участки отличаются незначительно, но тройка лидеров та же оппозиционный блок «Самопомощь» и «Солидарность». Ну а до новых выборов градоначальника Кривого Рога 4 дня. Напомню, перевыборы там были назначены по требованию самопомощи. Что происходит в городе накануне этого голосования? Расскажет Геннадий Вивденко. Районные избирательные комиссии Кривого Рога получили сегодня бюллетени. Основной конкурент действующего мэра Юрия Вилкула Семен Семенченко от объединения «Самопомощь». В его штабе заявляют, у них есть претензии к оппоненту, мол, тот злоупотребляют властью. Интенсивное использование административного ресурса нынешним головой, кандидатом на посаду Криворезького міського головы Вилкулом. Мы с этого привода скаржился до территориальной выборчей комиссии и территориальной выборчей комиссии задовольнила скаргой и голосила Вилкулу попереження. В предвыборном штабе Юрия Вилкула считают, конкуренты намеренно накаляют ситуацию в городе. Жители заинтересованы в том, чтобы избирательная эпопея наконец закончилась, а сторонники Семенченко то и дело вбрасывают новые поводы для разбирательств, то обвиняют неправомерной агитации то в подкупе избирателей. Между тем суд уже признал эти предыдущие обвинения несостоятельными. Сегодня появились новые. Теперь Юрия Вилкула обвиняют в том, что подает политрекламу без исходных данных. Но пока политическую ситуацию в кривом роге можно считать относительно спокойной активных столкновений пока не было. Но они возможны об этом открыто предупреждали вчера сторонники Семенченко. Как захватывали так и будут захватывали. Мы сделаем все для того чтобы в нашем городе была наша власть. Если надо будет кровь мы на все пойдем ради того, чтобы здесь была наша власть. Конечно без этого никак. Я считаю что нам необходимо забыть что такое имитация ремонта в крыш имитация подачи горячей воды когда фонтаны и гейзеры блюют по всему городу. жители просто хотят прийти проголосовать и чтобы это уже на конец закончилось. Мы безусловно налаштованы на прозорую честную борьбу и на прозорую честную победу. Однако сейчас последним временем складывалась такая ситуация что не все этого хотят. Особую беспокойность в штабе Вилкула вызывает воскресная ситуация во Львове. Положение дел может радикализироваться и здесь до городских выборов Кривом Рогу остается всего 4 дня. Геннадий Вивденко, Андрей Кузнецов подробности телеканала Интер из Кривого Рога. В столице сегодня прощались с Георгием Гадгадзе. Спустя 15 лет после убийства его тело наконец предали земле. Где похоронили журналиста и кто провожал его в последний путь в нашем репортаже. Возле церкви Николая набережного на Подоле с самого утра поток людей. Здесь отпевает Георгий Агангадзе. Мы брали участь в военных действиях в Грузии. Он был там первым поранен осколковым поранен. Это говорит про то, что он в титуле не высаживался, а был на передовой. Для меня Георгий это очень красивый человек. Прекрасный журналист, бескомпромиссный человек. Скажите, что его нет среди нас. Гангадзе исчез в сентябре 2000-го. Спустя два месяца в Тарощанском лесу в 130 километрах от Киева нашли его обезглавленное тело. Фрагменты черепа удалось обнаружить лишь спустя 9 лет. Все годы, пока шло следствие, тело Георгия хранилось в столичном морге. В марте 2008-го апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста троих сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Костенко, Поповича и Протасова и приговорил их к 12-13 годам лишения свободы. А три года назад организатору этого преступления Алексею Пукочу дали пожизненное. Накануне похором СМИ появилась информация. Адвокат Мирослава Гангадзе Валентина Тилищенко попросила журналистов не задавать вопросы родным покойного. А сегодня друг семьи озвучил заявление от родственников. Покрытый украинским и грузинским флагами гроб вынесли из церкви в полдень. Похоронили Георгия прямо здесь на территории храма. Ирина Романова, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер. Вместе с бельгийцами по жертвам теракта скорбят и украинцы в Киеве возле посольства Бельгии. В Украине находится моя коллега Татьяна Овенникова. Она с нами на связи. Таня, здравствуй. Что сейчас происходит возле посольства и много ли людей пришло к нему? Да, Наталья. Я весь вечер возле посольства Бельгии. Сюда еще днем начали приходить люди. Они несут цветы, зажигают лампадки. Первыми пришли жители домов поблизости. Они рассказывают, что сегодня просто не могут заниматься никакими своими делами. Они скорбят вместе с бельгийцами. А в 6 вечера возле посольства началась акция в память о жертвах терактов в Брюсселе. У меня сейчас очень большое ощущение, что невинные люди погибли от террористов. Само сегодня уничтожили достаточно много людей. И нам вартует прийти и показать им свою поддержку и солидарность всем бельгийцам и всем европейцам. Несмотря на погоду, а в столице сегодня то и дело моросит дождь, многие киевляне после работы пошли не домой, а пришли именно сюда, к бельгийскому посольству. Они говорят, им не все равно. И у горя нет национальностей и границ. Все украинцы скорбят вместе с европейцами. Я после своего учения учусь в двух университетах. Я хотел отдать шану тем людям, которые сегодня полегли за Европу. И в сердце меня очень болит. Здесь говорят шепотом и многие плачут. Флаги приспущены и акция продолжается. Наталья. Спасибо, Таня. И снова с нами на прямой связи из Брюсселя моя коллега София Гордиенко. София, стало известно, что бельгийская полиция просит помощи в опознании подозреваемого в совершении этих терактов. Расскажи подробнее об этом и еще какие новости тебе известны на эту минуту. На эту минуту то, что известно, что сейчас по всему городу и даже по всей стране происходит задержание. В районе Скарбек, это такой спальный район Брюсселя, сейчас даже нашли пояс смертника. Он не взорван, неизвестно, кому принадлежит, возможно, в том числе этому человеку из аэропорта. Фотографию, которую вы видели ранее, там было двое подозреваемых, у каждого на руке по черной перчатке. И вот рядом с ними буквально шел человек в белом в панаме, в очках. Как предполагают следователи, это третий человек из аэропорта, который мог бежать. Возможно, именно его пояс смертника не сдетонировал и его нашли в обломках аэропорта. Кто он, неизвестно. Если есть любая информация, полиция просит сообщать. мы тоже следим за этим. Вообще, по поводу того, как реагирует мир и соседи на бельгийскую историю, это очень много было обид, особенно от французской стороны к бельгийцам. Потому что здесь, в Бельгии, школа джихада, и потом эти самые бельгийцы радикализированные едут почему-то к соседям, например, Францию, вести войну с неверными. И вот сейчас французы именно первые отреагировали очень эмоционально. И в твиттере, и в сообщениях они сочувствуют бельгийцам. И они их пытаются поддержать. Что касается самих бельгийцев, то они пытаются держаться. И в этом им помогает знаменитый бельгийский юмор. Наверное, мало какому туристу понятен секрет символа описывающего мальчика, маленькой статуи. А все дело в том, что во время Первой мировой войны его карикатуристы изображали, когда он мочится на головы немецких войск. И вот сейчас его основа использовали в своих карикатурах. Он сейчас мочится на головы джихадистов, на автоматы Калашникова и на бомбы. Юмор помогает в таких случаях пережить эту трагедию. И гордко, что город и страна понемногу возвращались к жизни. Студия. Спасибо, София. София Гордиенко была с нами на связи из Брюсселя. Я напомню, сегодня там прозвучали взрывы в метро и в аэропорту. И по предварительным данным погибли 34 человека и 200 человек получили ранения. На этом наш выпуск на сегодня завершен. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова